Здравствуйте, приветствую вас на канале, с вами снова Евгений и сегодня мы будем с вами рисовать модель вот такого кораблика. За основу мы будем брать полигональную модель в формате OBG, я ее нашел в интернете, и мы с помощью инструментов, которые находятся в выпадающем меню Sketch, здесь вот в Mesh, с помощью инструментов Create Mesh Section и Feed Curse to Mesh Section будем осуществлять такие вот операции. Давайте для начала выберу Create Mesh Section, появляется диалоговое окно, необходимо выбрать MeshBody, тело может быть в формате STL или формате OBG, то есть он его нормально обрабатывает. Второе, нам необходимо выбрать поверхность, скажем параллельно на которой мы будем двигать нашу секущую плоскость, и вот так вот мы будем двигать. Видим оранжевым цветом некоторых превью, мы видим, что у нас здесь три замкнутых контура, и здесь мы имеем большее количество вот таких вот замкнутых контуров, которые мы наблюдаем здесь. Это связано с особенностями самой вот этой полигональной модели. Давайте остановимся вот для начала вот здесь и нажмем ОК. Повторю еще раз данную операцию Create Mesh Section, выберу тело и далее выберу вот здесь поверхность. Вот так где-то построю сюда второй элемент. Здесь у нас сейчас с вами одно тело, одна модель в формате OBG. Меш-сетка. Вот мы с вами сделали два таких сечения. Я отключил видимость полигональной модели, и мы видим с вами вот собственно эти два сечения. Далее необходимо вызвать инструмент Fit Cross to Mesh Section. Я сейчас нахожусь в юзер-интерфейсе старой, старого образца, скажем так. Сейчас можно включить новый юзер-интерфейс, перейдя в Preferences и вот здесь в Preview поставить галочку UI Preview. Apply, ОК нажать, перезагрузить программу, и мы увидим здесь расположение элементов будет осуществлено немножко по-другому. Для выполнения данной операции, мне показалось немножко неудобным, потому что в выпадающем меню Sketch мы можем найти инструмент Mesh Section, но инструмент Fit Cross у нас появляется только когда мы переходим в режим редактирования скетча. То есть нам нужно будет выбрать вот так вот эскиз, который мы спроецировали. Вот так вот. Ну то есть скажем, пока что проекция, это не эскиз еще. Нам необходимо кликнуть правой кнопкой будет по ней, нажать Edit Sketch, и уже тогда можно будет, здесь будут инструменты редактирования эскизов, и тогда здесь появится данный инструмент. Немножко неудобно, но нужно совершать чуть большее количество операций. Просто находясь в старом пользовательском интерфейсе, можно сразу с помощью здесь нажать Pin to Bar, закрепить данный инструмент на панели инструментов, и это будет помогать осуществлять быстрый к нему доступ. Мы его выбираем, и мы можем что сделать? Итак, мы вызываем данный инструмент, выбираем вот это сечение, и далее он нам предлагает, мы видим такую превьюшку, точка прилипает, он нам предлагает поставить First Point of Section, первую точку данной секции, данного разреза. Давайте поставим ее сюда. Далее мы можем выбрать инструмент Line, и вот, собственно, мы видим превьюшка, показывает, что это будет линия, и, например, можем замкнуть контур с помощью прямых. Также можем использовать вот такие вот различные дуги. Немножко неудобно, на мой взгляд, но, наверное, если это делать какие-то скругления, то можно сделать все более аккуратно. Также есть инструмент Spline, в котором мы просто будем прокликивать данную линию, она автоматически привязывается, прилипает как будто бы к ней. Также мы можем выбрать Close Spline. Мы просто кликаем на замкнутую поверхность, замкнутый скейз, и нажимаем ОК. И у нас появляется вот такой вот замкнутый контур. Нажимаем Stop Sketch, переходим обратно в Fit Curse. И также можно ставить здесь Close Spline, и перейти во второй вот этот эскиз, нажать сюда еще раз, и нажать ОК. Stop Sketch. И давайте попробуем с помощью инструмента Loft осуществить выдавливание корпуса этого корабля. Нажимаем ОК. Давайте посмотрим с помощью зебро-анализа, какого качества поверхность у нас здесь с вами получилась. Я уже выполнял ранее моделирование полностью всей лодки, корпуса всей лодки, с помощью данного метода. И если использовать операцию Loft на всех вот таких вот эскизах, то начнет накапливаться некоторая ошибка, и здесь вот кое-где могут быть не очень хорошие скругления. И вот эти кромки, они получаются, ну, так скажем так, не идеальными. Мне это, мне понравился результат. И так же еще, когда мы используем данный инструмент, мы видим, что здесь куча всяких линий, которые могут перегружать наши эскизы и немножко мешать нам ориентироваться в тех, скажем, сечениях, которые нам необходимо сделать. Для того, чтобы от этого избавиться, я предлагаю такой нехитрый способ. Мы можем перейти в такой инструмент, как программа Autodesk Mesh Mixer, программа бесплатная. Нажимаем сюда плюсик, импорт, и я подгружаю сюда ту самую модель, которая у меня подгружена сейчас во Fusion. Давайте я сейчас нажму View и выберу здесь инструмент Show Objects Browser. То есть здесь он показывает у меня объекты данной модели. Сейчас это один объект. Я же предлагаю перейти во вкладку Edit и нажать Separate Shells. Немножко подождем. И мы сейчас наблюдаем. Вот я в браузере прокликиваю различные поверхности и видим, что вот такие вот они выделяются у нас здесь. Мы можем, если хотим сохранить какой-то один элемент, мы, например, нажимаем сюда, находим здесь, например, корпус лодки, выделяем его в браузере, жмем File и нажимаем как экспорт. Сохраняем, например, как bot, формат OBG и нажимаем сохранить. Переду обратно во Fusion и создам новый проект, добавлю файл, нажму здесь Open и на компьютере я сейчас найду тот самый файл, который мы сейчас экспортировали из MeshMixer. мы получили вот такую вот полигональную модель, которую, в принципе, мы можем с помощью инструмента Create Mesh Sections разрезать и получать, скажем, не загроможденные эскизы. Также из MeshMixer мы можем... так, сейчас я зажму Shift. Можно также экспортировать, нажав файл, экспорт, и, например, bot 2, нажмем сохранить. Происходит экспорт. Также переходим во Fusion, File, Open, себя на компьютере и посмотрим вот этот файл bot 2. Нажимаем открыть. Вот мы наблюдаем точно такую же модель, как в самом начале. Но давайте откроем в браузере вкладку bodice и видим, что каждый один элемент данной модели представляет собой замкнутую полигональную сетку отдельную, в которой можно задавать видимость. Вот, например, можно применить операцию Move. И, в принципе, каждый отдельный элемент данной модели можно провести его ретопологию, либо, например, с помощью методов, скажем, сечений и операции Loft восстановить геометрию данного тела. Я же давайте сейчас покажу способ, с помощью которого мы будем создавать поверхность корпуса этой лодки. Перейду в модель. Это boat 1. И давайте включу Origins, задам Offset Plane. Так, нет, Offset Plane мне, наверное, не нужен. На виде снизу задам скетч. Instrument Lines привязка к центру. Перейду в рабочее пространство патч с помощью инструмента Extrude я создам вот такую поверхность и нажиму ОК. Далее, в принципе, я могу вызвать это из патча, из скульпта или из модели. Продолжим. Я кликну на корпус кораблика. Так, мне немножечко получается все это тоже мешает. Давайте, поэтому я создам здесь еще один скетч. Рабочее пространство патч перейду. Опять с помощью инструмента Extrude я вот так все это подниму. Ну, как-то вот так и нажиму ОК. Теперь мне будет чуть более бы удобно пользоваться инструментом Create Mesh Section. Я выберу нашу сетку и буду кликивать на эту поверхность и буду восстанавливать создавать опорное сечение будущей модели. Давайте еще сделаем один профиль вот здесь вот, где имеется такое углубление в корпусе и закончим скорее всего все это вот этим крайним профилем и нажмем ОК. Далее я отключу видимость поверхности лодки и вызываю инструмент FitCross Commerce Section я буду просто кликать на первую скетч и для начала я вызову инструмент Project и спроецирую вот эту ось симметрии. Все-таки модель немножко не идеальная и например скругление здесь может отличаться от скругления здесь и поэтому я хочу чтобы модель была абсолютно симметрична. я буду использовать только половину этой модели и потом зеркально ее отображать. Поэтому далее я вызову этот инструмент и с помощью инструмента Spline я с привязкой вот к этой точке прокликаю. В принципе можно даже сделать это в два клика указав начало и конец здесь. Нажмем ОК и повторим для второго эскиза. Я закончил рисовать три профиля и перешел вот к такому профилю и в принципе я повторю сейчас все то же самое вызову инструмент фиткарс вызову инструмент project спроецирую линию на эскиз вызову инструмент опять так и будет строиться линия так небольшая ошибка есть нужно очень аккуратно прокликивать чтобы не собрать большое количество ошибок до инструмент линия получается он появляется только с привязкой к контуру в этом оранжевом проекционному поэтому я сделаю привязку вот к этой точке и у нас появился такой замкнутый контур вот мы закончили отрисовывать профили корпуса кораблика и давайте попробуем осуществить операцию лофт из вкладки модель и посмотрим что получится будем использовать половинки и нажимаем окей мы видим что здесь такой какой-то очень странный изгиб у нас появляется да и в целом вызывая зеброанализ мы видим что поверхность не имеет плавности поэтому я предлагаю перейти в рабочее пространство скульпт и выполнить операцию лофт уже здесь и так мы вызвали инструмент лофт и нажимаем окей у нас получилось с вами две вот такие вот поверхности так верну видимость эскизов видим что вот в этом месте есть некоторый злом давайте посмотрим что это за эскиз вот он седьмой мы получили с вами вот такую вот поверхность давайте перейдем в вкладку инспект зеброанализ и увидим что в принципе здесь поверхность намного более она плавнее чем то что мы получали с помощью инструмента лофт в рабочем пространстве модель так отключу этот видим инструмент отключу наши эскизы и давайте попробуем разобраться с кривизной в этом месте вызовем инструмент weld vertices из вкладки modify находится вот здесь соединить вершины выберем weld tolerance поставим галочку maintain creased edges то есть как раз вот эту самую линию которая находится на границе двух поверхностей все вот так выделю и нажим ok видим что в браузере у нас появилась одна поверхность и у нас появились вот такие вот острые грани я же использую операцию delete попробую сейчас все это так убрать далее выберу третье грани выберу инструмент edit form зажму alt и подниму это вот так вверх нажим ok и выберу инструмент weld vertices я соединю две вот эти вершины и две вот эти вершины и две вот эти вершины хотя нужно было сделать наоборот последовательность должна быть другая вызову инструмент weld vertices если скажу что эта точка должна идти сюда а эта точка идет сюда то есть та точка которой мы кликаем первыми осуществляет переход в то место куда мы второй раз кликнем вызову инструмент edit form и вот так попробую все это опустить пониже нажму ok и далее выберу еще раз вот эти три грани вызову инструмент edit form и нажму alt и так немножко произведу экструзию нажму ok и также вызову инструмент weld vertices эту точку сюда это сюда это сюда и крайнюю точку вот сюда так вызовем инструмент increase и посмотрим на что получится у нас далее далее нажим ok и мы видим вот такой вот получившийся достаточно плавный корпус который в принципе мы можем даже немножко попробовать подредактировать с помощью операции edit нажим ok нажим ok вот такую поверхность мы с вами сейчас получили давайте проверим с помощью инструмента zebra с помощью анализ анализ ну все вполне себе приемлемо отключу анализ далее я предлагаю перейти выбрать инструмент симметрия mirror duplicate мы выберем поверхность относительно которой мы хотим зеркально отобразить нажим ok мы видим зеленый контур соответственно все что мы будем делать с этой стороны будет зеркально у нас отображаться с другой стороны так перейдем в рабочее пространство патч и с помощью инструмента offset с нулевым смещением я создам вот такую поверхность лодки мне удалось получить в принципе мы сейчас можем на самом деле вызвать инструмент патч склеить вот эту часть с помощью инструмента stitch так стич выберем мы сшили поверхности получили поверхность и получили тело вот такой формы посмотрим насколько они отличаются друг от друга немножко более детально стоило поработать с кормовой частью с носовой частью в принципе можно перейти обратно в скульпт с помощью операции экструд произвести выдавливание носовой части также вот ее как мы до этого редактировали перевести соответствие вот с вот с этим образцом и я предлагаю перейти на вид сверху и того мы получили с вами вот такую поверхность лодки я уже несколько раз вылетал когда повел ошибку при перепостроении модели в итоге мы с вами получаем вот такую поверхность корпуса лодки давайте включим зебра анализ дали же мы рассмотрим перейдем с вами на авито отключить тело перейду отключу origins создам модель на offset plane плоскостью со смещением создам а здесь сверху эскиз сначала я задам ось симметрии с перейдем к этим точкам далее используем streaming spline так все это и закончу подкорректируем немножко такими ползунками здесь далее выберу инструмент мир и зеркально отображу и с и с и так верну видимость нашего тела и далее в принципе можно просто вызов инструмент extrude осуществить выдавливание ну скажем вот на такое расстояние вот мы с вами получили корпус катера на основании полигональной модели из формата OBG кормовую часть можно также сформировать с помощью сплайнов как и носовую придерживаясь данного метода можно в принципе восстановить все остальные элементы данного кораблика и получить трудотельную модель например для какого-то анализа либо для снятия чертежей либо для построения на базе этой геометрии какой-то другой своей собственной модели я желаю вам творческих успехов подписывайтесь на мой канал ставьте лайки до новых встреч до новых встреч Продолжение следует...